Режиссер Кирилл Серебренников сказал о нем. Он большой талант, очень умный человек, а главное, у него есть какая-то своя акустика, совершенно особое звуковое восприятие окружающего мира. Я много слышал его не театральных, оркестровых сочинений. Это актуальная, яркая, умная, при этом чувственная музыка. И для меня важно то, что он умеет особенно точно и верно транслировать ощущения времени. Это о известном композиторе Сергее Невском. Мы поговорим об ощущении времени. Сергей, ты живешь на две страны, Россия и Германия. Да, но больше в Германии, да. И недавно ты ездил в Штутгарт и выступал там, как я понимаю, не с концертом. Да, это было... Дело в том, что у меня большая связь профессиональная с городом Штутгарт. Я посчитал, что у меня было там больше премьера, чем в Берлине. И была опера на тексте Светлана Алексеевича. И на, собственно, премьере этой оперы, на тексте Алексеевича, моя хорошая штутгартская подруга Маша Колесникова познакомилась со Светланой Алексеевичей. И, в общем, таким образом Светлана Алексеевича вошла в состав Координационного совета оппозиции. Маша надолго работала в Штутгарте. Вот. И сейчас, когда ее судьба как бы... У нее печальное обстоятельство, я... Она в тюрьме, да. Вот. Штутгарцы очень сильно за нее впряглись. Это очень, как бы, трогательная история, потому что вроде они такие очень спокойные, богатые люди, но при этом я помню их компанию в поддержку того же Кирилла Серебренникова. Очень мощный. Это был первый театр в Германии, который вывесил полотнище Free Кирилл. Там, значит, было много акций в поддержку Серебренникова, фестиваля фильмов, как бы постоянная выставка о его творчестве в фойе. Штутгартской опере тоже самое. Вот сейчас, когда Маша, которая два года работала пиар-менеджером Штутгартского фестиваля ЭКЛА, попала, значит, в тюрьму, соответственно, ее поддержка была... Есть очень мощная. То есть ее бывшая начальница Кристина Вишер, директор фестиваля ЭКЛА и директор такого объединения менеджерского музыкодеря Хунуты, который очень много делает для современной музыки Штутгарт, она тоже очень сильно поддержала наше письмо Анагеле Меркель, которое мы написали, и, в общем, весь Штутгартский бомонд, значит, мэр города, депутаты всех фракций, кроме христианских демократов, потому что они там в оппозиции, значит, у них выборы, они были там на этом митинге, и, в общем, был митинг в поддержку Маши и в поддержку Беларуси, да. А что в письме Меркель? Ну, в письме Меркель мы, как бы, просим заняться Машей, потому что, как бы, знаем, что, ну, если было возможно раньше как-то освободить политзаключенных в Беларуси, то это было только благодаря какому-то серьезному вмешательству европейских политиков, это, как бы, обычно было связано с отменой санкций, да, каких-то, то есть обычно такая вот идет торговля между белорусским правительством и лукашенковским, и Европой. Да, но сейчас Евросоюз не торопится водить санкции. Ну, есть резолюция Европарламента, она, как бы, имеет, хотя и рекомендательный характер, но я так понимаю, что что-то все-таки будет, и я, как бы, не политик, но меня очень тронуло участие людей в Штуберте серьезных таких, да, именно политиков, которые о Машей обеспокоены судьбой. У меня есть ощущение, что то, что Маша Колесникова в тюрьме, к этому начали привыкать. Как-то, ну, в тюрьме, в тюрьме, ну, нет же, не слышно пока ни о каком переговорном процессе по поводу судьбы Маши, и тебе нет ощущения, что Лукашенко победил? Для того, чтобы отвечать на этот вопрос, надо быть в Минске, да, и в Минске мои друзья, они как ходили на эти демонстрации, так и ходят. Я не знаю, я не знаю, в принципе, все говорят, что ситуация, все друзья в Беларуси говорят, что ситуация другая, чем в 10-м году, когда там были несколько дней протеста, их разогнали. Вот, понятно, что у нас есть долгие протесты в Беларуси, в Хабаровске уже 70 какой-то день идет, да, и сейчас новая тактика взаимодействия между властью оппозиции, когда, ну, такой долгий протест игнорируется, да, мы не знаем, к чему это приведет, пока есть, как бы, резолюция Европарламента, и я знаю, что очень много друзей Маши здесь, да, они очень заботятся о том, чтобы немецких друзей, да, чтобы эта тема не замылилась, чтобы про нее не забыли, и чтобы ее имя всегда возникало, да. А Маша гражданка Германии? Она гражданка Беларуси, но не видит на жизнь в Германии. Мы с тобой говорили о твоем выступлении в Штутгарде, и что меня совершенно поразило, то, что ты рассказывал об автозаках в Штутгарде, мне кажется, это очень правильное место, где это нужно было рассказывать. Ну, да, но, вы знаете, есть, как бы, огромное количество взаимодействий между, как бы, ЕС и диктаторскими режимами. Что я говорил? Я сказал, что мы живем в печальном мире, где, ну, для экономики, да, для индустрии легче взаимодействия с диктатурами, потому что они надежны, да, они, как бы, у рабочих мало прав, значит, у, как бы, они, там, гарантируют то, что обещают, да, и я говорил о том, что, да, автозаки, значит, это прекрасное совместное предприятие, под названием АС Купава, которое делает автозаки, да, на базе МАС. Минский автомобильный завод. Минский автомобильный завод, да, и я, когда был в Штутгарде, да, я указал на то, что огромное количество МАЗов, не автозаки, да, и автозаки все-таки с другими двигателями, но огромное количество МАЗов ездят с двигателями «Даймер», да, и автобусы, и тягачи, да, и я думаю, что на это обратят внимание. Ну, там, как бы, 8 лет назад был куда более скандальный случай, когда выяснилось, что немецкие полицейские тренируют, значит, белорусский ОМОН. Был скандал, в результате которого Матья Зейгард, бунтс-полицай-президент, то есть главный немецкий полицейский, подал отставку, да. Вот, я так понимаю, что есть другие взаимодействия, я так понимаю, что светошумовые гранаты, которые там используют ОМОН, они тоже в Чехии делаются, если не ошибаюсь, да, там, как бы, есть куча примеров такого взаимодействия с гектарскими режимами, я думаю, что в ближайшее время вот эти, как бы, потайные каналы взаимодействия, они будут так или иначе выявлены, да, и как-то отрефлектированы. То есть я думаю, что потом при акции политиков, я думаю, что они, как бы, тоже этим заинтересовались. Ты друг и соавтор, партнер по опере Светлана Алексеевич, и сейчас, как я понимаю, в квартире Алексеевич дежурят дипломаты Евросоюза, пытаясь не допустить ее ареста. Ты поддерживаешь связь со Светланой? Да, мы списывались не только в самом начале, мы списывались в августе, когда протесты только начались, а потом, я думаю, что с ней уже сложно поддерживать связь, потому что она очень осторожна в любой коммуникации, да, очень много людей пытались с ней выйти на связь, и это невозможно. Но я, как бы, знаю, что вот она там в своей квартире. Но это остался последний член, именно вот руководство Белорусского организационного совета оппозиции. Ты давно вообще знаком с Марией Колесниковой? Четыре года. Она, расскажи о ней. Мы же встретили ее только этим летом, мы не знали, какая она. Ну, для того, что Маша, как бы, прошла очень типичную биографию, да, она, как бы, получила образование в Европе и захотела что-то сделать в своей стране. У меня была точно такая же биография, когда я, там, отправился что-то делать в России, да, в начале, в районе 2010 года, да, когда мы занимались там проектом «Платформа», и другими хорошими вещами было ощущение большой, как бы, востребованности, большого фидбэка и возможности изменить мир. Но, естественно, уже, там, в середине нулевых годов была идея администрации президента взять под контроль современное искусство, взять как-то, одомашнить современных художников. Фестиваль «Территория» с руководством, соответственно, Кирилла Серебренникова, Евгения Мирова, Чупала Хаматова и так далее, был при поддержке администрации президента, при личном участии Владислава Суркова, ее приветственное слово стоит на программке, значит, первого фестиваля «Территория», который прошел в 2006 году, я принимал в нем участие. То есть в России куда более отработаны технологии, как бы, взаимодействия с потенциально протестным контингентом современных художников, да, и какое-то время это было, как бы, реально мощно до 2012 года, потом пришел Мединский, все это было похоронено, Центры современного искусства были переделаны, там, патриотические центры и так далее, а потом Мединского все-таки убрали в связи с его абсолютной одиозностью, да, и сейчас, в принципе, к этой технологии вернулись. Так вот, Беларуси, это было очень долгое вступление, да, ничего похожего нет, потому что там, как бы, вот, современное искусство возникло на абсолютно выжженной земле, абсолютно уничтоженной, то есть, потому что Лукашенко ввел несколько лет назад такой закон, что люди, которые после окончания образования едут куда-либо из Беларуси, должны будут выплачивать, значит, сумму обучения, ну, как было в Советском Союзе, да, и огромное количество людей, чтобы не платить этих денег, уехали до окончания образования, просто Беларусь, талантливые люди, ее покинули на очень большой скорости, причем как в сторону Европы, так в сторону России, да. Маша приехала строить, там, как бы, современную музыку с нуля, и в 2018 году она пригласила меня и профессора штукберской концентратории Мартина Шитлера строить там курс композиции независимо от государства, то есть, мы пришли на этот ОК-16, огромное пространство, это бывший, по-моему, пивзавод, да, как бы, и там сделали концерт, сделали лекцию. И было понятно, что там в Беларуси вообще ничего нет, то есть, там есть какая-то театральная жизнь, там есть, как бы, вот этот фестиваль Тиарт, есть кинофестиваль Листопат, если не ошибаюсь, да, и, ну, вот, современной музыке там, вот, совсем плохо. И, когда мы пришли в здание Союза композиторов, я помню, что там на стенах висели какие-то такие постимпроизводительные сценистические картины, да, а на столе лежала книжка «Сто лет КГБ», и Маша попала совершенно в точку, когда она стала арт-директором ОК-16, вот, а она поняла, что есть вот эта тяга, есть эта востребованность, я думаю, что ее очень сильно туда втянуло, в эту деятельность. Скажи, пожалуйста, нам, неофитам, барочный флейтист, сидя в тюрьме, он теряет квалификацию? Да, но, конечно, музыкант любой теряет квалификацию. Маша не только барочный, она играет современной музыкой, она мою музыку тоже играла, и делала концерт, еще до того, как она стала арт-директором, еще в 17-м году делала концерты современной музыки, более того, она, есть в сети ее замечательное вступление на TEDx, такой формат, да, где просто люди делаются и на вас, где она сравнивает общество с симфоническим оркестром, это очень интересное вступление, ее стоит посмотреть, потому что она тоже понимала, что то, что она делает, это не просто какие-то вот некая индустрия развлечения, а то, что занять современным искусством рано или поздно станет политическим жестом. Может показаться, что только научно-технический прогресс повлиял на оркестра, но это тоже не так, потому что любые изменения, которые происходили с нами и с вами, и вообще в обществе, любые изменения, которые происходят в нашем сознании, они точно так же влияют на оркестр. Если вы сейчас посмотрите на любой симфонический оркестр, вы увидите, что там присутствуют и мужчины, и женщины, и у вас по этому поводу не возникнет абсолютно никаких вопросов. Кажется, что так было всегда, но так было далеко не всегда и не сразу. Изменение какое-то представление о культуре и обществе, да, неизбежно следует, ведет за собой изменение общества. И понятно, что это вызвало сопротивление рано или поздно, да, потому что, ну, как бы спонсором огромного количества проектов, связанных с современным искусством, и спонсором ОК-16 был Виктор Бабарико. Соответственно, совершенно логично, что Маша вступила как бы в его команду. Что вы ждете от Меркель? Какого ответа вы ждете от Меркель? И кто подписал это письмо, кроме тебя? Я так понимаю, что ты был один из инициаторов, но кто вообще эти люди, которые... Что вы хотите? Чтобы она что сделала? Ну, и письмо, как написал я, но инициатор была Катя Петровская, которая со своими, значит, десятилетним опытом революции, тоже бегать по местности, сказала, нет, ты должен написать, иначе там случится мировая катастрофа. Потом подключилась, значит, Кристина Фишер, которая собрала огромное количество подписей политиков. Ну, как бы, мы ждем от Меркель возможное личное вмешательство. Правда, проблема в том, что личное вмешательство состоялось, Лукашенко должен снять трубку, если она будет звонить, что пока не произошло. Но если рекомендации Европарламента будут как-то приняты к рассмотрению, я так понимаю, что после Европарламента Совет Европы, да? Да. Да, который, если, как бы, он утвердит, то тогда уже можно будет о чем-то разговаривать, да? Для меня было важно, ну, как бы, Машу поддержать, потому что я немножко знаю ситуацию. В Беларуси я немножко знаю. Я туда часто ездил последние несколько лет, я был восхищен теми новыми людьми, которые там появились, тем, насколько это не совпадает с таким клише про Беларусь, да? Который все повторяют, что это типа такие милые колхозники, которым ничего не надо, да? И для меня было важно как-то артикулировать эту историю. Что будет дальше? Ну, как бы, будем надеяться, что политики будут вмешаться, если от них не отстал. Политики тоже люди, да? Они хотят, чтобы от них отстали. Когда ты говоришь про то, что ты был куратором платформы, я сразу пугаюсь. К тебе не приставали следователи? Ну, дело уже закончено. Ну, если ты, слушай, ну, понятно, что я тоже очень пугался, да? Но платформы кураторов, как бы, у них не было никаких финансовых функций, да, к счастью. То есть там пугаться следовало больше исполнительным продюсерам. Некоторые исполнительные настолько испугались, что как бы довольно далеко уехали, правильно сделали. Да, Катя Воронова, да. Да, Катя Воронова, да. И там бесконечно сложное дело, и я тоже очень глубоко сопряживаю от него пострадавшим, когда закончился суд. У меня был очень бессимистичный прогноз, как у тебя, да? У меня тоже, да. И я первым делом позвонил Алексею Аркадьевичу Малабруцку, который я очень люблю и уважаю, он был и есть замечательный совершенно продюсер, да? И, в общем, было видно, что он счастлив, да? Что он как бы, ну, не в тюрьме, да? Вот. Ну, сейчас уже время прошло. Это все-таки было дело Мединского? Или все-таки Шевхунов с Михалковым? Или это все сразу? Я не знаю. У тебя что-нибудь понятнее стало? Понятнее? Нет, не стало. Но понятно, что уши Минкульта оттуда торчат очень сильно, потому что Мединский, ну, как бы, наставил на то, чтобы люди оставались в тюрьме, и потом они наставили на то, что, как бы, уже при новом Министерстве культуры, они наставили на то, чтобы им выплатили там эти деньги, 129 миллионов, да. Видно, то есть, единственная, как бы, сторона, которая проявлялась очень активно заинтересованным лицом, сделалась пострадавшим, да, представилась как пострадавшая, это Минкульт. Мне кажется, если человек так себя, ну, как бы, если Минкульт так себя проявляет, то это избавляет от лишних вопросов. Потому что Михалков – это немножко конспирология, мне кажется. Ну, есть переписка, да, как бы. Да, но. Очень популярная позиция. Не-не-не, я в искусстве, я поэт, писатель, композитор, я вне политики. Только искусство. Так бывает? Ну, да, ну, понятно, что это бывает, понятно. Мне вот, я говорю, что мне безумно интересно, как сейчас, именно после ухода Мединского, который вызывал всеобщее отторжение, новые политтехнологии, они, как бы, захватывают все больше людей в России, которые даже не понимают, что они, как бы, становятся частью политтехнологии. Как бы, вот. То есть, есть огромная интенция, да, от власти в России. Возрождается союз композиторов, да, который был уже влачил какого-то жалкого существования, вбухиваются кучей денег в какие-то композиторские конкурсы. Но при этом, как бы, все это достаточно строго держится под контролем государства, да. И я думаю, что тенденция будет такая, что будет все немножко, как Москва. То есть, такая, тоталитаризм с очень хорошим дизайном. Москва замечательный дизайн, да, как бы, там очень круто, там, как бы, реально все очень круто выглядит, да. Но при этом там некая печаль присутствует в воздухе. Отлично сказано. Тоталитаризм с хорошим дизайном. Да. Отличная фраза. Ну да, есть, как бы, огромное количество всех этих новых форм поддержки государством современного искусства, поддержки молодежи. Молодежи горят глаза, они участвуют в каких-то проектах, связанных с новыми технологиями, значит, с дополненной реальностью, соответственно, с поэтическим марафоном современного искусства. Но при этом есть всегда условия, чтобы там не было политики. И таким образом, в условиях этой, как достаточно сильной самоцензуры, да, идея современного искусства выхолачивается, потому что все-таки любое искусство – это метафора свободы. Кстати, сложнее убить всего театр, я думаю, потому что театр все равно сохраняет какой-то живопротенциал, театр нельзя контролировать. Театр все-таки вот выйдет артист на сцену, все равно может что-нибудь сказать. И поэтому, собственно, у Мединского было такое агрессивное против театра, потому что его нельзя, как бы, там нельзя провести худсовет, который они хотели ввести, да. Самый дурацкий вопрос, конечно, ваши творческие планы, но я не могу этого не спросить. После времени секонд-хенда ты остаешься в этом, в политическом искусстве? Я вообще не трактую себя как политического художника. Мне есть темы, которые меня задевают. Проблема в том, что ситуация такова, что эти темы внезапно могут казаться политическими. Вот, собственно, к чему хотел подводить с Машей Колесниковой, да. Она занималась современным искусством, да, внезапно это стала политикой. Мы занимались платформой, тоже валяли дурака, внезапно оказалось, что это тоже политика. И у меня есть несколько, как бы, оперных проектов документальных, которые, естественно, могут иметь, там, в России какое-то политическое звучание, потому что у меня есть проект по истории, там, русского квира 20-х годов. Есть исследование Иры Ралдугиной, где она собирала письма рабочих и крестьян, значит, геев и лесбиян, которые писали, там, Бехтереву, да. Это прошла история по медиа, была, там, более-менее удачная или неудачная, обстановка, там, Валерия Печейкина с этим материалом, но я хотел из этого сделать такую документальную оперу, скорее всего, в следующем году она будет сделана, и мы сейчас, как бы, со штутганским ансамблем вокальзолистын, и это будет камерный проект, и, в общем, будет есть несколько из проектов, которые, ну, естественно, в нынешней России могут иметь какое-то политическое звучание, но я ими занимаюсь не потому, что это имеет политическое звучание, да, потому что это интересные вещи, которые меня цепляют вне зависимости от политического контекста, потому что мы все-таки надеемся, что мы, наша музыка, она переживет политический контекст. Как пережил политический контекст Некрасов со своим, вот, поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Глупо это говорить, представьте, у современного искусства. Ну да, спасибо за гражданскую позицию. Ну, да, хорошо, хорошо, да, нам всегда. Я теперь можно лететь через Минск с нашей интервью. Не знаю, как пойдет. Как пойдет, да. Это же не от нас зависит. Хотя, наоборот, только от нас и зависит. Спасибо большое. Спасибо.